Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Когда за доской встречаются такие шахматисты, как Алексей Широв и Василий Иванчук, партия почти всегда получается очень интересной и захватывающей. Вот эта партия, которая была сыграна между ними в испанском Ленаресе в 1998 году, получилась на редкость содержательной. Поэтому, начнем рассмотрение этой партии, и попрошу вас набраться терпения, и вы увидите, какие красоты порой бывают скрыты за основными вариантами, если за доской встречаются два очень сильных гроссмейстера. По ходу дела будем обращать внимание на комментарии Штоля и Втачника. Широв сыграл Е4, С6. Как мы знаем, в дебютном репертуаре Иванчука присутствуют практически все известные шахматные начала. Поэтому здесь применению защиты каракан удивляться не приходится. Д4, Д5, КЦ3. Широв избирает наиболее естественное продолжение. Ну и Иванчук разменивается на И4, и здесь выбирает ход КД7. Это ведет к так называемой системе Петросяна-Смыслова. Отмечу, что здесь, конечно, одной из центральных линий является ход С5. Это классический вариант защиты каракан. И после хода КД7, Широв отвечает КЖ5. Для шахматистов, малоизвестных с этой системой, может показаться, что Широв нарушает дебютные принципы игры и ходит конем, который развит еще раз. Так оно и есть, но к каждой позиции нужно подходить конкретно. И такие догматические правила не нужно слева применять. Это очень интересный ход. Он впервые был предложен Игорем Зайцевым в 1980 году, секундантом Анатолия Карпова, в период подготовки самого Карпова к матчу с Корчным. Как и многие дебютные новинки Зайцева, этот ход оказался на редкость интересным и сильным. В этой ситуации играли по-разному. Лучшим продолжением здесь является ход Е6. Далее, такой примерный вариант. Слон Д3, КЖФ6, К1Ф3, Слон Д6, ФЕ2, Х6, КЕ4, Размен, ФЦ7, ФЖ4 и Король Х8. Вернее, Ф8. Но здесь партия Каспаров-Анант. В том же турнире была сыграна ладья Ж8. Но этот ход хуже. Ну а после КФ8, 2-0, С5 у черных контр-игра. Положение КНФ8 здесь достаточно безопасно. Нужно отметить, что главной линией после КЖ5 является ход КЖФ6. Именно так было сыграно в знаменитой последней партии матча Дибблю Каспаров 1997 года. Напомню, что после Слон Д3, Е6, К1Ф3, Каспаров сыграл А6, допустив жертву фигуры КЕ6. В итоге он проиграл ту партию с треском. И ему пришлось сдаться на 19-м году. Таким образом, в 1997 году впервые компьютер победил человека в матче. Но здесь вместо А6 Слон Д6 и 2-0 это основная линия. Стоит отметить, что сам Каспаров играл вот этот вариант неоднократно белыми против Карпова. Но сам Карпов, конечно же, ни разу не сыграл А6, допуская жертву фигуры на Е6. Отметим, что после КЖ5 нехорошо играть А6 из-за красивой жертвы фигуры КЕ6. Здесь матовые мотивы. Дело в том, что коня брать нельзя из-за ферзи Х5, Ж6 и ферзь Ж6. Вот такой вот мат. Но в партии нам Кирилл Георгиев 10-ю годами ранее сыгранной нашей рассмотренной партии, в том же Линаресе случилась ферзь А5, Шах, Слон Д2, Ферзь Б6, Слон Д3. И здесь Георгиев, допустим, решающую ошибку. Все-таки побил коня, не увидев, что после ферзь Х5, Король Д8, есть ход Слон А5. И таким образом теряется черный ферзь на связке. Но стоит отметить, что после хода Слон Д3 есть также ход КЖ6, который является более естественным. Черный прикрывает поле Х5. Но и здесь у белых находится все та же жертва фигуры, достаточно перспективная. После кони Ф3, ФЕ, Слон Ж6, Король Д8, Конь Е5. У белых сильная атакующая позиция. К тому же черным не так просто закончить развитие. Но видим, что очень слабые белые поля на королевском фланге. Черный король остался без рокировки. Для любителей острой игры можно этот вариант рекомендовать. Но вернемся к партии. После хода КЖ5, Иванчук сыграл Конь ДФ6. То есть, в этом случае мы видим, Конь на Ж8 остается пока на своем посту. Но не сказал я главное. После хода Конь Ж5, что дальше делать с этим Конем на Ж5? Обычно этот Конь переходит по указанному маршруту. Конь Ф3, Конь Е5. А Конь СЖ1 подкрепляет этого Коня на Е5 путем хода Конь Ф3. То есть, вот такая основная задумка Игоря Зайцева, именно связанная с ходом Конь Ж5. Но в партии после хода Конь ДФ6 последовало Слон С4. Именно так сыграл Широв. Нужно сказать, что Конь 1 Ф3 имеет значительно лучшую репутацию. Рассмотрим возможные варианты. Слон Ж4. Ну, тут в партии на Анталь было Е6, Конь Е5, Конь А6, Слон Д3, Слон Д6, С3, Ферзь С7, нападая на Коня. Далее, Ферзь Е2 защищает, С5, такой стандартный подрыв пешки. Шаг, Король Е7, 2-0, взяли-взяли, Конь Ф5, Слон Е3, забрали. И здесь Ферзь Е3, сильный ход, применил Нан. После Конь Д5, Ферзь Ж3, Аш Ф6 и Конь Е4, у белых сильная атака. Мы видим, что все-таки положение черного короля здесь тревожно. Если же в этой позиции после Конь 1, Ф3 сыграть не Слон Ж4 и не Е6, а Аш Ф6, то проходит еще одна жертва Коня, в данном случае на пункте Ф7. Здесь эти варианты буквально наэлектризованы. И один неверный ход ведет к вот таким вот жертвам и неприятностям для черных. Дело в том, что после Король Ф7, Конь Е5, Король Е8, Слон Д3, у черных очень слабы. Белые поля на королевском фланге. Грозит мат Слон Ж6. И здесь в избежание худшего черным, видимо, придется дать ладью на Аш Ф8. Что еще возможно? На ход Слон Ж4, это основной ход, уже Конь Ф7 не проходит. Потому что здесь взятие на Ф3. Дальше такой размен Ферзей. Конь Е6, Слон С2, Шах, Король Д7, Конь А8 и Е6. В этой ситуации Конь на А8 является слабой фигурой. Он явно уже не выйдет. Но и в итоге в черных будет две фигуры за ладью и перевес. Близкий к решающему. Если же вместо Слон С4 и Конь Ф7 в этой позиции сыграть Х3, то можно разменяться Е6, Ж3. Здесь выводить слона на Ж2, получая небольшой позиционный перевес, связанный с наличием двух слонов. Но на основной ход Слон С4 можно сыграть Е6, прикрывая пункт Ф7, Х3, размен и снова такая позиция. Снова типичное положение у белых, небольшой перевес, благодаря тому, что есть пространственный перевес в центре и, конечно же, наличие двух слонов. То есть так могла продолжаться партия, если бы Шираф сыграл Конь 1, Ф3. Но он сыграл Слон С4. Е6, конечно, мат на Ф7, вернее, пешку на Ф7 не зеваем. Ферзь Е2. Это необычный ход. Нечасто он встречается. Можно было сыграть Конь 1, Ф3. Но здесь это не так эффективно. Потому что после А6 мы видим, что Конь Е4 хода нет. Приходится отходить на А3, терять время. Слон Д6, Ферзь Е2, Конь Е7, Слон Д2, Ферзь С7, 3-0, Б5, Слон Д3, А6. Поставили Ладью на центральную вертикаль. Слон Б7, Ж3. Подготавливает Слон Ф4. С5, взяли, взяли. Это партия Фюбнер-Карпов. В черном играл классик защиты Каракан. 1988 год. И в черных здесь контрагран. Можно посоветовать вместо хода Ферзь Е2 еще такую альтернативу, как Конь Е2. С тем, чтобы на А6 поставить Коня на поле, естественное поле, на Ф3. Но Широв идет своим путем. Ферзь Е2. Дело в том, что здесь пешка на Д4 несъедобна. Очень рискованно играть. Ферзь Д4, Конь 1, Ф3. Здесь, опять же, Слон Б4, это тот же риск. Потому что С3 и на взятие просто Король Ф3. Мы видим, что две фигуры висят. Грозит и БЦ, и Конь Д4. Поэтому черные здесь проигрывают. Нужно ходить Ферзь Д8. Но тогда снова Конь Ф7, в который же раз Король Ф7, шаг Король Е8 забрали. Приходится бить Коня. И после всего этого у черных, после рокировки белых, оказывается слабый Король. Ну, здесь, конечно, Белые рискуют, так как фигуры все-таки нет. Но для любителей атаки, опять же, эта позиция будет достаточно интересной. Конечно, Иванчук не берет на Д4 и играет, естественно, Слон Д6. Продолжая развитие. Слон Д2 сыграл Широв. А также интересно было сыграть Конь 1, Ф3. На А6, конечно, Конь Х3, Конь Е7 и Конь Е5. Захватывая центральное поле. Ну, Слон Д2, тоже хороший ход развития. Ферзь С7, 3, 0. Понятно, пешка на Н2 несъедобна из-за Ж3. Поэтому просто развиваем фигуры Б6, Конь 1, Ф3, Х6, Конь Х3. Верный о своей натуре Широв избегает разменов. Дело в том, что после хода Конь Е4, наиболее естественного в этой позиции, следовало размену, Конь Ф6, черные развиваются с темпом. Ферзь Е2. Ну, и здесь Слон Б7, Конь Е5. Дело в том, что на 3, 0. Находится тактика Конь Ф7, который уже раз. И на Ферзь Ф7, конечно же, теряется черный ферзь на двойном ударе. Поэтому приходится играть С5. Вскрывая слона и подрывая пешку Д4. Шах. Король Е7. ДС. Ферзь С5. А3. И ведет это все к хорошо известной позиции, путем большой перестановки ходов, в которых проблемы черных еще не вполне решены. Но Широв, опять же, выбирает ход Конь Х3, Конь Е7, Конь Е5 и Ц5. Смело, но практически вынужденно. Потому что на ход Слон Б7 в этой позиции последовало бы уже, я не знаю, в который раз. Конь Е7, Король Е7, Ферзь Е6. Здесь очень опасно играть Король Ж6. Короля выгоняют. Ну, и можно сказать, загоняют. Поэтому Король Е8. Ферзь Ф7 шаг, Король Д7. Ну, втачник указывает Король Д8. Но тогда взяли. Здесь у нас идет двойной удар. Ладью сохраняем. Забрали. Здесь выиграна позиция у белых. После Король Д7 лучшего хода продолжается атака. Король Д8. Взяли. Король Е8. И с тем же результатом. Также нехорошо было 2-0. Казалось бы, это хороший ход. Дело в том, что после Ф4 тут у белых атака на корольевском фланге. То есть можно было сыграть и Ж4, на Ц5, на Ц5. То есть опасно это все, потому что линия же вскрывается. Поэтому Ц5 пока что черные повременили с рокировкой. Но они, конечно, понимали, что после хода слон Б5 приходится играть Король Ф8. Ну, Иванчук так и сыграл. Карпов уже научил нас, что в таких позициях черный король на Ф8 вполне себя чувствует хорошо. И активная контргра здесь более важна для черных. Ход слон Д7 не очень хорош, потому что следует форсированный вариант. Конь Д7, конь Д7, Ц5, слон С3. Ну, и в этой ситуации мы видим, что вскрывается линия Д. Здесь уже какой-то ферзь Д2 ход и сразу у черных катастрофа. Поэтому приходится делать три нуля ход. Ну, и слон Д4 забрали на Ж7. У белых лучше позиция. Поэтому Король Ф8. В этом ничего нет страшного. Особенно для Иванчука. Конь Ц4. Хуже такой ход, как слон Ф4 из-за конь ФД5, слон Ж3 и конь Ф5. Видим, что слон чернопольный разменивается у белых, а у черных этот слон остается. Слон Е3 тоже не очень хорошо из-за слон В7. Поэтому конь Ц4 пытаясь сразу разменять слона. И вот такой вариант. ЦД, конь Д6, ферзь Д6 и слон Ф4. Логичное продолжение. Видим, что конь на Х3 здесь нашел свое применение. Но можно было сыграть слон С3. Такой интересный ход. Пытаясь выиграть пешку. Но тогда лучше всего, конечно, естественно, Е5. Подрывы в 4. Снова видим, конь оказался нам здесь полезным. Слон Ж4. И вот здесь такой вариант. Ферзь Е5. Дело в том, что на ход ФЕ, вроде бы, естественно, можно сделать вилку. Следует Ферзь Е6. И оказывается, что у белых очень много фигур под боем. Слон АЦ3. И здесь вот тоже проблема. Потом Ферзь Д3. Конь ФД5. Ферзь Д4. Взяли, взяли. Ну и здесь у черных все-таки на доске лишнее качество. И у них достаточно крепкая позиция. Дело в том, что вот в этом положении нужно только понимать, что брать на Ц3 совсем нельзя. Из-за того, что следует мат в два хода. То есть, ладья Д8. И ладья Д8. Это мат. Поэтому нужно играть здесь белыми не ФЕ, а Ферзь Е5. Размен Ферзей. Д, С. Ну, такой вариант. Если слон Д1, то размен. Слон Б4. То есть, слон Ж4. Ладья Е1. Слон Е6. И конь Ф4. Здесь у черных лишнее качество. Но у белых очень сильные два слона и атака. Поэтому бьем на Ц3. Ну и форсированный вариант. Вот такой привел к позиции. Эншпильного типа. Где лишняя пешка черных не несет. Не играет большой роли. И ничья здесь наиболее вероятный результат. Вернемся к партии. Слон Ф4 сыграл. Балширов напал на Ферзя. И Иванчук играет Ферзь Д5. Мы видим, что после слон Е5 естественного кода у черных есть возможность взять пешку и на А2, и на Ж2. Нужно здесь похвалить обоих соперников за изобретательную игру. Белые могут бороться за компенсацию, если черные возьмут одну из этих двух пешек. Давайте посмотрим. В этой позиции Иванчук отказался от взятия. Как на А2, так и на Ж2. Сыграл Конь Ф5. Что было бы, если бы он взял на Ж2? На что шел Широм? Смотрим дальше. Конь Ф4. Наконец-то Конь белых входит активно в игру. В Ферзь Е4 взяли, забрали Ладья Д1. Такая интересная жертва. Дело в том, что после хода Ладья Д4 грозит мат в два хода Ладья Д8. И после Ферзь Х1 Ладья Д1 приходится отдавать Ферзя, чтобы не получить мат. Забрали Слон Б7, Ферзь Д6. Все-таки у черных, несмотря на то, что у них две ладьи за Ферзя, довольно пассивная позиция и активный белый Ферзь здесь дает большие шансы на атаку. В случае Ферзь А2, следовало Ладья Д4. Далее, ну, видим, все тот же мат грозит, поэтому выигрывать Ладью на А1 нельзя. Слон Д7. Ферзь Ф3. Это все для черных очень рискованно. Например, Ладья Ц8, Слон Д7, Шах, Кроль Д2, Шах, Ц3. Ну, если не идти на повторение ходов, приходится играть именно так. Размен. И далее белые наваливаются по седьмой линии. И дальше Ладья А1. Видим, что у черных достаточно опасная позиция, потому что стоит добавить еще одну Ладью, и черные фигуры будут полностью скованы. Поэтому Иванчук решил не рисковать, сыграл Кони в 5. Практичный подход. Ц4. Вытесняя Ферзя с центральной позиции, но также отрезая своего слона. То есть здесь слон на Б5 оказывается в некоторой изоляции. Здесь комментаторы ЧСБС отмечают, что лучше было сыграть просто КБ1. Все-таки пешка на А2 рано или поздно будет действительно серьезно подвисать. И вот в этом положении интересные варианты. Например, Конь Д7. Тогда идет размен. И Ж4. Слон Б5. Ферзь Е1. Конь Е3. В этой позиции интересно, что Ф6, такой контратакующий ход, не проходит. Так как белые тоже контратакуют. Конь Ф4. Напали на Ферзя. И напали на вилку на Ж6. Здесь позиция у белых выиграна. Поэтому такой интересный ход. Конь Е3. То есть мы видим, что Конь перекрывает линию действия голова Ферзя. И грозит Ферзь Е5. И здесь белые, конечно, жертвуют своего слона с большей выгодой. ФЕ. Ферзь Ф3. ЕД. Ну и здесь позиция белых лучше. Например, Ферзь Х3 не очень хорошо из-за шаха. И дальше Ферзь Б5 у черных король находится в опасном положении. Если после король Б1 сыграть слон Д7, то тогда слон Д3. Конечно, не меняя фигуры. И вот здесь идет тактика. Если сыграть Конь Е3, по аналогии с предыдущим вариантом, тогда уже слон Ф6, Конь Д1 и слон Е4. Видим, что черные фигуры в большой беде по диагонали. Х1, А8. Ну а если играть Конь Ж4, находится все тот же вариант. Шах на Ж7. Дальше слон Е4. И дальше еще такой ход, как Ф4. Ну, черных была идея, что брать на А8 нельзя из-за связки. Но путем Ф4 все-таки ладья на А8 в итоге терялится. Ну а после хода Король Б1 можно сыграть ФЖ2. Но это тоже нехорошо. Из-за Конь Ф4, слон Д3. И атака по линии Ж после хода ладья АЖ1. Тут уже черный Король на А8 в опасном положении. Без сомнения, лучшим ходом после Король Б1 является слон Б7. Тогда Конь Ф4, то есть ФЕ4. И у черных здесь контригра. Белые заберут свою пешку обратно. Вернут пешку обратно. Но сейчас размен Ферзей произойдет. Ну и также, видимо, придется разменять одного из слонов. Поэтому шансы на перевес у белых здесь весьма сомнительны. Но опять же, вернемся к партии. Широв избрал ход С4, а не Король Б1. И Иванчук отвечает Ферзь С5. Это интересное жертва качества. Дело в том, что здесь было также возможно Ферзь Ж2. Как бывает часто в сложных партиях сильных шахматистов. Альтернатив несколько. И Иванчук мог вполне пойти по этому пути. Конь Ф4, Ферзь Б7. В принципе, здесь позиция неясная. Так, ладья ХЖ1 с идеей. Ферзь Х3, слон С6. Мы видим, что ладья здесь ловится. Но черные отдают вместо ладьи слона. Выходят ладьей на Д8. И после ладья Д3 есть ход Ферзь С4. У черных крепкая позиция с перевесом. Ну а также Ферзь Д3 можно было сыграть. Возможно, это лучший ход. Слон Д7, ладья ХЖ1, Ферзь Б7. Шаг такой боковой. Король Е8 и слон А6. У белых есть вполне ощутимая компенсация за материальный урон. Но Иванчук верен тоже себе. Он идет на интересное продолжение. Если такие в партиях его случаются. И он жертвует качество. Смотрим. Ферзь Ф3 напали на ладью А8. И здесь бьем на Е5. Ферзь А8 и Ферзь С7. Видимо, до этого момента точно досчитал Иванчук. И самое главное в этой позиции не просто до нее досчитать. А правильно ее оценить. И вот именно оценка отличает сильных шахматистов от менее сильных. В этом положении видим, что белый Ферзь находится немножечко в такой изоляции. Но он достаточно активен. И в этой позиции сыграл Широв Ферзь С6. Хотя лучше было сыграть Ферзь Ф3. И после Е5 у черных компенсация. Дело в том, что А6, такой естественный ход, тут наталкивается на тактику. Очень интересная тактика. Слон А6. Слон А6, Ферзь А3. Мы видим, что идет двойной удар. И здесь, конечно, позиция у белых лучше. У них заметим лишнее качество. Но Ферзь С6 сыграл Широв. Понятно его желание разменять Ферзей. Все-таки лишнее качество есть лишнее качество. Ну и дальше технично реализовать свой перевес. Но Иванчук понимает, что ему необходимо предохранять своего Ферзя. Для грядущей атаки белого короля. И вдруг, неожиданно, белые видят, что их фигуры, то есть вот эти легкие фигуры, находятся в довольно неудачном положении. И конь на А3, и слон на Б5 здесь не реализуют всей своей боевой мощи. Нужно сказать, что после хода Ферзь С6, конечно, партия пошла бы совсем по другому сценарию. Она бы проходила под диктовку Широва. Слон А6, Б3, Король Е7, А4. Так, в принципе, можно было бы играть. У черных есть, конечно, компенсация за качество. Достаточно сильная пешка на Д4. Но явно здесь шансы белых выше. Ферзь Б8, поэтому избрал Иванчук. Ферзь Ф3. Не удалось отменять Ферзей. Ферзь отходит на лучшую позицию. Слон Б7, Ферзь А3, Шах, Король Ж8, Ф3 и Ж5. Мы видим, что Ж5 ход более еще подчеркивает вот такую вот бездеятельность коня на А3. Слон А4. Вот здесь комментаторы рекомендуют ход Конь Ф2. Потому что в партии Конь так и не смог вовремя активизироваться. Ну, идея где-то сыграть, может быть, Конь Д3, Конь Ж4, Конь Е4. Здесь много идей. Ну, мне кажется, Конь Д3 ход неплохой. Для того, чтобы пойти Конем на Е5. И, конечно, на Е5 позиция намного лучше, чем на А3. Е5 последовало. Вот уже обратим внимание на очень сильные пешки черных в центре. В дальнейшем они, конечно же, будут играть очень большую роль. И дадут черным подавляющий позиционный перевес. Ладья ХЕ1, король Ж7. Наконец-то черные имеют возможность активизировать королевскую ладью. Король на Ж7 себя пока чувствует в безопасности. Ну, а белые ищут пути для развития своей инициативы. Слон С2, Конь Ж4. Черные увеличили контроль над центром. Ну, вот теперь также мастерски и искусно используют свои фигуры для создания неприятных угроз. После хода Конь Е3 была возможна обратная жертва качества. Ладья Е3, ДЕ, Ферзь Е3. Ладья С8, Конь Ж5. Мы видим, что возможен тактический удар из-за взятия. И дальше гибнет Конь на Ф6. Здесь атака уже у белых. Поэтому на Конь Ж5 лучше ладья С4. Но после кода КБ1 мы видим, что позиция кардинально поменялась. И белые же диктуют игру черным. Конечно, когда вы атакуете, то нужно учитывать вот такие вот контр-жертвы и попытаться их предотвратить. Поэтому Конь Ж4, Иванчук создает угрозу Конь Ж2. Ладья Д2. Угроза не смертельная, но неприятная. Поэтому приходится ладью ставить на вторую линию. Ладья С8, угрожая взятием. И Король Б1. Вот в этой ситуации у белых было несколько продолжений. Но на каждой из них Иванчук имел в своем арсенале достойный ответ. Например, Ферзь Е7. Кажется, очень активный ход. Хороший. Мы напали на пешку Е5. Но следует ладья С5. Неожиданно Ферзь на Е7 оказывается в изоляции. И может даже где-то и потеряться. Поэтому так играть нельзя было. Но Ферзь Д3 ход неплохой. Где-то мы прицеливаемся к белым полям. Но следует слон А6. С идеей Ферзь Е2. Слон Ц4. Ферзь Е5. Ферзь Е5. Ладья Е5. И такой вот тычок Д3. Обеспечивает черным перевес. Видим, что по линии С идет игра против белого короля. Ну а если играть Ферзь Б4 в этой позиции. Так рекомендует Любомир Втачник играть. То тогда вот такая вот жертва. Ну вернее даже не жертва. Но такое разрушающее действие слона Ф3. Здесь получается, что черные получают ладью за две фигуры. Ну и дальше после этих всех разменов Е4. Оказывается, что несмотря на то, что у белых образовалась лишняя фигура. Вот эти две пешки, они дают перевес черным. Смотрим. Слон Е4. Ферзь А2. Конь на А3 оказался в очень плохом положении. Поэтому может быть даже вот король Б1 и лучше в этой позиции. Смотрим далее. Ладья Ц4. Конь Ж1. Ну вот так приходится теперь уже перебазировать коня. Отметим, что конечно же конь Ф2 был нехорош. Из-за того, что перекрывалась вторая линия. Конь Ж1. Ладья Ц5. Уже ладья где-то грозит пойти на А5. Ж3. Ферзь Д3. Конь Ж6. Слон Б3. Ферзь Д6. И здесь ладья Ц2. Не самый лучший ход. Нужно было сыграть все-таки А3 в этой позиции. Предотвращая какие-то заезды ферзя на Б4. В дальнейшем он как раз расположился на этом поле. Достаточно комфортно. Но после хода Ладья Ц2 оказалось, что после Е4 черные начинают сильную финальную атаку. Две пешки, а также блестящая игра фигурами дает черным длительное преимущество. Очень достаточно разумной тактикой мячок добивается еще большего преимущества. После хода Е4 оказалось, что бить нехорошо из-за Конь Е5. С идеей на Конь Е5. После ФС Д1 просто сыграет слон Е4. И видим, что черные возвращают качество. Пешка Др очень сильна. Здесь позиция выиграна у черных. Поэтому оценив все эти опасности, Широ обиграет в своем стиле. Контратакует пешку на Ф7. Конечно, очень сильный ход. Конь Е5. Конь и нападает на ферзя. Защищает на Ф7. Нападает на Ф3. Ферзь С7. Продолжая всю ту же политику размена ферзей. Ну, конечно, Иванчук не согласен. Ферзь Б4. Вот в этой позиции, конечно, на Ферзь Б7 последовала бы Ферзь Е1. Ладья Ц1, Ферзь Е3. Ну, и отыграв качество и имея в своем арсенале все же эти две сильные пешки, черные, конечно, побеждают. Но после хода Ладья Ц1, интересный был ход слона А6. ФЕ, слон Д3. Слон С2, конь С4. Угрожая матом. На Б3, Ферзь А3. И все-таки мат здесь следует. Или на поле Б2, или на поле А2. Ладья Д1. Поэтому сыграл Широв. И слон Д5. Вот такой ход. Дело в том, что на Д3 можно было сыграть Ладья Ц3, Е3, Ладья Ц, Д3. Все та же обратная жертва качества. Таких продолжений Иванчук не допускает. И играет слон Д5. Он меняет последнего защитника короля. С разменом этого слона пешки на А2 и Б2 будут очень уязвимы. Если брать здесь коня, то тогда слон Б3, нападая на Ферзя Ладью, Ферзь Д4, Ферзь Д4, Ладья Д4. И здесь этот размен стал возможен благодаря тому, что после слона А2 король С1 следует слон Б3. Неожиданно оказывается, что и Ладья на С2 под боем, и конь на Ж1, который так и пока не вошел в игру, может потеряться на сквозном шахе после Ладья А1. Поэтому слон Д5, Ладья Д5, ФЕ. Тоже трудно здесь что-то советовать. Но ходы в 4 после Д3, Ладья Ц, Ц1. Взяли-взяли конь Ж6 с идеей Е3. Здесь, конечно же, не очень хорошая альтернатива для Широва. Поэтому он бьет. Черные бьют. А3, Ферзь Б5. Здесь идея Конь Ц3 появляется. А если, кстати, в этой позиции сыграть Ферзь Б3, то такая тактика. Ладья Д4. Если бить здесь Ладью, то такой двойной удар. И здесь уже черные остаются без фигуры. Поэтому Ферзь Б5, Король А2, уходя от удара Конь Ц3. Д3. Здесь разница в координации фигур очень сильно бросается в глаза. Вот в этой позиции сыграл Ладья Ц, Ц1 Широв. Дальше Д2, Ладья Ц2. Понятно, если сыграть просто Ладья Б1, такой виловатый ход, то тогда Конь Ф2 и здесь Ладья у нас будет теряться. Но на Ладья Ц2, конечно, это контратака. На Конь Ф2 будет просто взятие на Д2. Поэтому спешить с ходом Конь Ф2 не надо. Конь Д3. Иванчук последовательно заводит свои фигуры и создает уже решающие угрозы. Вот здесь очень опасно было играть Ладья Д, Д2 из-за очень сильного хода Ладья Д7. Такой ход, конечно, не бросается в глаза. Дело в том, что Конь Д2, Ладья Д2, Конь Б4, казалось бы, дает решающее преимущество черным. Но после АБ Ладья Д2 следует двойной удар Ферзь Ц3 и черные проигрывают. Поэтому Ладья Д7, Ферзь Ц8 и Конь Б4. Взятие, Ферзь А4, Король Б1, Ладья Д2, взяли-взяли, Король Ц1 и Ферзь Б4. У черных в итоге образовались две лишние пешки, абсолютно выигранная позиция. Поэтому Ладья ЦД2, еще раз отметим, Ферзь Ц4 с идеей разменять Ферзей уже нехорошо. Так как взятие, и здесь мы видим, что Ладья у черных должна быть отдана за пешку Д2. Вернее, Ладья у белых должна быть отдана за черную пешку Д2 и черные выигрывают. Поэтому наиболее упорное продолжение избирает Широ. Ладья ЦД2, Ладья Ц5, Ферзь Д8, Ферзь Ц4. Здесь новая порция не очень хороших вариантов для белых. Ферзь А1, это взятие Ферзь Ц1, теряется Ладья. Видимо, очень сильный ход, тройной удар фактически. Ну а если пойти Король Б1, то тогда решает жертва Коня, которая тут, конечно же, напрашивается. Конь Ц3. Здесь, если играть Король Ц2, то Конь Д1, Король Д1, Шах. Король Д2, Ферзь Д4, Шах. Король Ф1, Ладья Ц1. И следует мат. Поэтому БЦ, ну здесь вскрывается линия Б. Шах, Шах. Ну и опять же, следующим ходом мат. Поэтому Б3, Широ защищается из последних сил. Но фигуры здесь заходят в позицию белых. Как горячий нож заходит в масло. Конь Ц3. Шах, Король А1. И последний ход в этой партии, Ладья А5. Дело в том, что здесь, как бы белые не защищались, угрозы черных оказываются решающими. Если играть Ладья А2, то тогда Ферзь Б3. Создавая угрозу Ферзь А2. Шах. И после Ладья Е5, мы видим, что Ладья А2 подвисает. Если играть Ладья А2, то мат такой. Если отойти Ладьёй, то просто Шах. И приходится отдавать Ладью мат. Поэтому Ладья А2 нехорошо. Ферзь Д3 тоже нехорошо. Шах. Король Б2. Шах. Король Ц1. Шах и мат. БЦ тоже нехорошо. Шах и мат. Видите, да? Ну а если играть в этой позиции Ферзь Д4, то тогда Ферзь Б3. Ферзь Д4. Конь Е5. И решающую угрозу на пункте А3. Все варианты мы рассмотрели с вами, так? То есть нет защиты от мата. И поэтому здесь Широв признал свое поражение. Достаточно длинная, очень насыщенная, сложная партия. Спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Я надеюсь, что дебютная часть этой партии и то вдохновение, та сила, с которой играл эту партию Иванчук, вам очень понравилось. Не нужно также забывать и о Широве, который всю партию практически защищался. Имел шансы на перехват инициативы. Но так сложилась эта игра, что победителем вышел украинский гроссмейстер. Спасибо за внимание и до свидания.